Всем привет! Сегодня начинаю новый влог, уже давно ничего не снимала, уже соскучилась. А сегодня у меня такое отличное, я бы сказала, настроение, потому что погода за окном шикарная. Я выспалась наконец-то, и ещё зашла сегодня... Да, да, сейчас пойдём кушать. Зашла сегодня в группу, где заказываю подгузники, и там я оказалась победителем. Они устроили какую-то летнюю акцию от фирмы Мэпси. Вот, и я выиграла гель для стирки. Да! Мы выиграли! Мы с тобой выиграли гель для стирки. Купили на даче вот такой вот комодик пластиковый. И завтра увезём его. А ты зачем все вещи туда себе скинула? А? Пойдём кашу кушать. Пойдём, дочь. Ой, деловая. Представляете, она вчера первый раз, можно так сказать, сделала первый шаг от дивана до меня без рук. А? Да? Ты взрослая, что ли? Да? Большая стала. И ангел ты мой. У вас тоже вот эта вот хрень торчит всегда? Или у меня вот одна такая проблема? Не, на самом деле, это, наверное, все мамочки на меня поймут, потому что после родов, где-то месяц на третьем, на четвёртом, когда ребёнку 3-4 месяца, у меня вот начали волосы активно прям вообще сыпаться. И потом, когда всё это закончилось, и начали расти новые волосы, появился вот такой вот пушочек. И куда его одевать, непонятно, только лак помогает. Всё, меня ребёнок зовёт, мы пойдём кушать кашку. Да. Пойдёмте с нами. У нас сегодня вот такая вот кашка на завтрак овсяная, молочная. Берём Хайнс. Мне, в принципе, фирма нравится. Да, тебе тоже нравится? Она без пальмового масла, что очень важно для меня. Мама, кушать хочешь? Сейчас будем. Не болтай. Вик, вошь. Скажи «мама». Мама. Мама. Молодец. Ты моя зайка. Кстати, девчонки, в этот раз мама купила в Викушке вот такое вот печенье, расти большое. Викульненько, не надо. Не надо. Вот. В общем, его, если будете покупать, то именно только с молоком, если разводить, и как пюрешку давать. Потому что просто так, ну, по крайней мере, если у вашего ребёнка есть зубы, просто так давать ему нельзя. Потому что он просто спокойно может ему подавиться. Моя подавилась. Мы обычно берём Хайнс. Печенье. Оно такое, ну, тает во рту сразу. И без проблем ребёнок может спокойненько его самостоятельно кушать. А вот это нет. Мы тут, кстати, дорастли на нашей первой причесочке, делаем ей вот такую вот пальмочку. Но это жесть как сложно, потому что она постоянно вертится и не даёт просто. Вредина. Ты вредина маленькая. Да. В планах у нас сегодня ничего грандиозного нет. В принципе, будем дома. Может быть, выйдем... Давайте сниму. Уже всё равно слетело всё. Посидим дома сначала. Тут надо делами позаниматься. Потом надо будет себе кошка сходить погулять. Но мы, я думаю, так к нам сюда только во двор выйдем. Вот. И будем собирать сегодня вещи, да? Поедем завтра на дачу. Там бабуля с дедулей уже ждут Викуля. У меня подружка в этот раз в гости приходила, принесла из Икеи вот эту вот башенку, пирамидку. Всё-таки уже действительно видно, что у ребёнка есть какой-то любимый цвет или любимая фигура. Потому что, ну, вот постоянно, когда я даю ей вот эту игрушку, она выбирает именно вот этот вот голубенький... голубенькое ведёрочко. Не знаю, и постоянно, то есть не так, что там один раз выбрала и понравилось, а постоянно вот-вот-вот опять... Да? Именно... Тебе именно его надо, да? Чем оно тебя так привлекло? Почему не розовый, интересно? Скажи, мама, я не живу по стереотипам. Кстати, вот это вот... Ну, вообще это, в принципе, как бы платье. Платье на трёх... Нет. Какой-нибудь, наверное, сейчас посмотрю. Да, платье 62-го размера. Вот, но я его изначально покупала уже не как платье. Я рассчитывала, что мы будем именно летом его носить как маечку, потому что у него вырезы на ручках достаточно широкие, и сзади у него полностью спина на заклёпочках таких идёт на застёжках. Вот, поэтому, блин, мне так понравилось. Ну всё, ребёнка покормили, теперь можно и маме покушать. Так, ну я, как правило, сначала пью чай просто, вот, а потом, когда Викуша у меня уходит на первый тихий час, я уже полноценно кушаю, потому что я не люблю очень быстро кушать. Я люблю спокойненько всё. Так скажем, люблю смаковать, а не так, что заглотила и всё. А вот этот человек спокойно покушать не даёт никогда. Так что буду пить чай, у нас тут вкусненькие пироженки. Так что, кто тоже будет сейчас завтракать, всем приятного аппетита. А у нас первый тихий час. Пока Викуша спит, я уже успела убраться, помыть посуду, позавтракать. Сейчас она у меня проснётся, и пойдём с ней немножечко погуляем. Вот, и, может, потом что-нибудь ещё придумаем. Вика, куда ты пошла? Туда нельзя. Иди-ка ко мне сюда. Иди сюда. Вика, сейчас шлёпнешься? Иди давай ко мне сюда. Иди сюда ко мне. Смотри, тут у тебя пирамидка вон. Иди ко мне. Мне интересует, да? Мы тут кушаем свой первый урожай, да, Викуш? Да. Вкусно? Листочки твои любимые, да? Не надо кушать их, не надо. Это кака. Вот так постоянно борьба у нас за листья. Вышли немножко погулять, и потом поедем к Сашиной маме. Покажу вам, она делает офигенские игрушки ручной работы. Вот. Поснимаю, всё вам покажу. Виколь, поедем к бабуле? У нас погода прелесть. А мы к бабушке приехали. Да? У друга бабушке приехали. Ой, Викуша, не знаешь, за что взять сюда? Сколько всего, сколько всего. Гора игрушек, это же мечта. Мечта любого ребёнка, да? Ой, кролик тебе понравился. Какой милый кролик, да? Не надо, не надо. Какая красота. Носик. Носик. Зайки. Глаз. Зайки. Ага. Мишка. Мишка. Давай, Мишку достанем. Подожди, давай, Мишку достанем. Мишка. Мишка. Ну, носик. Носик. Глазки. Мишки. Носик. Погладь, Мишку. Следующий ножа. Нет, следующий паучок. Кролик всё-таки выиграл. Тише, тише, тише. Тут у бабули вот сколько всего, да, ещё есть. Тебе тут нравится, да? Вик, нравится? Так, ну что, я тут в процессе сборки вещей на дачу. Так, беру я, значит, с собой смену одежду. На всякий случай тёплый комбезик, шапочку лёгкую и более тёплые трусики. Парочку носочков, плетик тёплый, просто, значит, тут пелёночки, постельное бельё, просто и все дела. Всякие подгузники, салфетки, без этого никуда. Одноразовые пелёнки уже там на даче. И вот еда, которую я всегда с собой беру, по минимуму, это всякие пюрешки там. Вот такие вот люблю кашки молочные, очень она их любит. Вот, супчик и кашку овсяную нашу. И паильник, и ещё будет с собой бутылка, которую мы обычно в машине там из неё пьём. Поэтому я её в сумку класть не буду. Вот, сейчас буду потихонечку всё укладывать. Потом, потом отдыхать. И завтра поедем на дачку. А, ну ещё, да, надо будет комод взять вот этот вот. Так, ну что, сумка собрана, так что осталось доложить туда только игрушки и завтра двигать в путь. Спасибо, что были с нами сегодня, всем пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok